МЕЛЬНИЦА НА ФЛОССЕ ПАРОМАНУ ДжОРЖ ЭЛЛИОД Сценарий Джеймса Эндрю Холла ПЯТАЯ СЕРИЯ Здесь всё записано, видишь? Рождение, браки и смерти. А вот твоё имя, мама. Да, Элизабет Додсон. А знаешь, Бесси, вот уже почти 20 лет, как я женился на тебя. Будет следующее благовещение. О, Бесси, ты была тогда красивая девушка. Не держи на меня зла, жена. Я хотел сделать как для тебя лучше. Мы обещали друг другу делить радость и горе. Но я никогда не думала, что будет столько горя. Не беспокойся, мама. Том не вернётся домой быстрее от того, что ты будешь стоять у окна. Но он уже должен был воротиться. Торги уже, должно быть, закончились. Уже час как стемнело. Принесла бы ты лучше жена ещё портфельна. С одной бутылкой разве повеселишься? Давненько у нас не было семейных праздников. У меня всё из головы не идёт. Ведь сегодня наш дом продают с молотка. А ежели что пошло не так? Вечно ты беспокоишься, Бесси. Что может пойти не так? Едва Гестико выказали интерес к мельнице, все наши заботы, почитай, разрешились. У меня ведь даже есть письмо от соседа Дина, где он пишет, что будет сама лично участвовать на торгах. Присядь, мама. У тебя измученный вид. Что произошло? Мельница принадлежит Гесту. Нет, отец. Нет? Дядь Дина от имени Гестов делал ставки, сколько мог, но... Он был не вправе дать больше оговорённого. Кто-то предложил больше? Адвокат Уэйким. О, нет. Отец. Уэйким хозяин мельницы? Да, отец. Да простит его Господь. Потому что я не прощу. Ты ещё не всё слышал. Уэйким говорил со мной. Он предложил тебе работу, отец. Он хочет, чтобы ты управлял мельницей, как его работник. Мы сможем остаться здесь, только если ты станешь на него работать. Уйми гордость, дорогой. Соглашайся. Думаю, очень благородно со стороны мистера Уэйкима предложить тебе работу. Благородно? Благородно, жена? Так вот, что все говорят, да? Уэйким благородный господин, который вовсе не хотел причинить мне зла? Он разорил меня. Он дьявол, а не человек. Нет, пожалуйста, ты снова захвораешь. Дочка, на столе перо и чернила. Принеси их. Он пустил меня по миру, Том. А теперь благодетельствует. Я ему этого никогда не прощу. Я буду служить ему. У меня нет выбора. Я суну свою шею в ермо и буду честно работать на этого негодяя. Но я никогда не прощу ему. А теперь открывай бутылку. Держи ее, пока мальчик будет писать. Писать? Да. Здесь, в Библии. И ты будешь читать это каждый день. Что мне писать, отец? Пиши, что твой отец поступил на службу к адвокату Джону Уэйкему, человеку, разорившему его. Напиши, что я никогда не прощу его и желаю ему и его семье всякого зла. Отец, прошу, нельзя носить в душе зло. И припиши, что я проклинаю адвоката Джона Уэйкема и его горбатого сына. Отец. И напиши, что ты вовек не забудешь того, что Уэйкем сделал твоему отцу. И что, однажды, ты поквитаешься с ним. И подпишись своим полным именем. Томас Сталивер. Пиши. Пиши. Мэгги. Мэгги. Кто это? Кто здесь? Пойдем, милая. Еще хлеб надо испечь. Поторопись. Я почти готова, дорогой. Вот эти книги? Да. Отлично, отнесу их в экипаж, если хватит сил. Ей вся жизнь понадобится, чтобы прочесть их. Стивен. Боже мой, этот тон. Я уже хорошо его знаю. Вы хотите сказать мне нечто важное, да? Я просто хотела сказать, что ни одну девушку на свете я не люблю так, как Мэгги. И надеюсь, что вам она тоже понравится. Ах, Люси, это все? Такая малость. Теперь я буду чаще приглашать ее. Убежден, мы проведем время с большой пользой. Я вполне отчетливо представляю себе вашу кузину. Толстая блондинка с большими голубыми глазами и вечно открытым ртом. Верно? Не хочу поколебать вас в веру в ваш дар ясновидения. Дорогая Люси, пожалуйста, не будьте резки со мной. Порой вы бываете очень жестоким. Простите меня, умоляю. Только если вы пообещаете полюбить Мэгги. О, Люси, ты ангел. Ни одной из них прежде не читала. Вы охотница до книг, мисс Тальвер? Я очень люблю читать. Тогда нам с Люси следует привозить вам одни книги за другими. Как дядя? Намного лучше, чем в прошлый раз. Конечно, он был огорчен из-за торгов, но теперь, я думаю, смирился. Он может ходить без палки? Прошлым вечером он прошел без нее до моста и обратно. Как славно. Я увижусь с вашими родителями, мисс Тальвер. Зависит от того, надолго ли вы останетесь, мистер Гест. Мои родители уехали в двухколки в Лукрид. В двухколки? Вот здорово. Стивен, знаете, мисс Тальвер, ваша коварная кузина сказала, будто у вас голубые глаза и светлые волосы. Вы поступили жестоко, Люси, обманув меня. Ой, Стивен, как можно? Ведь это вы так говорили о ней. Желал бы я всегда так грешить против истины, находя реальность много прекрасней моих предвзятых суждений. Что ж, вы оказались на должной высоте, мистер Гест, сказав верные слова в нужное время. Как ни банален комплимент, мисс Тальвер, он может, тем не менее, быть правдой. Возможно, вы предпочли бы, чтобы я был более красноречив. Наоборот, если комплимент красноречив, я всегда рассматриваю его как выражение безразличия. Мэгги, милая, ты ведь всегда говорила, что ты любишь, когда тобой восхищаются. И вот Стивен делает тебе комплименты, а ты сердишься. Я люблю, когда мне восхищаются, Люси, но почему-то комплименты никогда меня в этом не убеждали. Не понимаю, зачем твердить с глупой улыбкой даме, что она прекрасна. Не твердят же старику, что он почтенен лишь потому, что ему 80. Больше не сделаю вам ни одного комплимента, мисс Тальвер. Благодарю. Сочту это доказательством вашего уважения. Дорогая Люси, не хочешь Хереса? Ну... Мистер Гест? А, да-да, спасибо. Принесу стаканы. Нынче утром в Сент-Оксе Стивен купил ноты Персла. Мы надеялись уговорить тебя поехать с нами, чтобы вместе попеть. У Стивена великолепный голос. Ах, Люси, это не беспристрастная оценка, вы же понимаете. Мэгги сама будет судить. О, я не судья, Люси. По мне, так и старая шарманка звучит прекрасно. Мэгги! Браво, мистер Оливер. Вы обо мне не лучшего мнения. Просто мне трудно понравиться, мистер Гест. Любой джентльмен, считающий себя достойным Люси, должен быть готов подвергнуться строгому разбору. Прошу прощения. Ах, боже мой. Я так хотела, чтобы вы подружились. Никогда прежде не видела Мэгги такой. Полный Люси. Да, на мой взгляд, она слишком запальчива. Словом, не в моем вкусе. Мистер Уэйкин, вас не огорчит, если мы поговорим? Мне так хотелось снова поговорить с вами. Я удивлена, что вы меня помните. Мы так давно не виделись. В кабинете Стеллинга, мы сидели у окна. Вы не забыли? Нет. И я не забыл. Вы всегда приходите сюда одна? Да. Это Красный овраг. Странное название для такого зеленого места. Ребенком я пугалась его. А теперь я люблю эту умиротворенность. О, Мэгги. Милая Мэгги. Дорогой Филипп. Все эти годы я думала о вас и спрашивала себя, где вы. Прошу, не сердитесь, что называю вас Мэгги. Я привык называть вас так в своих мечтах. Как я могу на это сердиться? Вы гораздо красивее, чем я ожидал. Я не хочу сказать, что вы не были красивы прежде. Я... О, Боже. Не была. Я была вылитой маленькой цыганкой с растрепанными волосами, сердитой на всех. Когда вы вот так смеетесь, я вижу, что вы и правда совсем не изменились. Все изменилось, Филипп. Уверена, отец с Томомом огорчились бы, узная о ней, что мы сейчас разговариваем. Они так категорично настроены в отношении вашего отца. Особенно теперь, когда он владеет мельницей. Но разве жизнь их станет тяжелее от того, что мы будем изредка встречаться? Мэгги нельзя жертвовать всем ради чувств других людей. Но отец так болен. Я от многого откажусь ради своего отца. Но не от дружбы. Как странно встретиться и разговаривать так, словно только вчера мы расстались в Улортоне. Позволь бы мне хоть изредка видеть вас раз в другой в месяц, я был бы уже рад. Ведь простые встречи и разговоры никого не сделают несчастными. Вы знаете то место за озером, где Риппу сливается с флоксом? У развалин? Да. Там стоит старый полуразрушенный летний домик. Я иногда прихожу туда. Там так тихо и спокойно. Мы могли бы встречаться там. Никто никогда не узнал бы. Скажите, когда? Скоро? В какой день? Завтра? О, Филипп. Какое счастье видеть вас снова. У меня прямо сердце надвое разрывается, братец. Мы взяли у тебя 300 фунтов. И теперь они вам так нужны. Нам нужно гораздо больше 300 фунтов, тетя Гритти. Чтобы вернуть их, братец, мы должны будем продать нашу ферму. Было безумие им раздавать деньги таким образом, мистер Т. И верно, безо всякого обеспечения. Отец, они должны остаться в своем доме. Им же кормить восьмерых детей. Было обеспечение. Да. Что за обеспечение? Мой муж дал долговую расписку. Мы надеялись отдать долг, когда для нас настанут лучшие времена. А не может ли ваш муж достать эти деньги сейчас, миссис Масс? Это будет целое состояние для банкрота. Мама. О, миссис Тальвер, ежели это поможет, я стану работать по ночам. Мой мальчик гробит себя, работая на этом ужасном складе, и получая за это гроши. А Джереми Тальвер говорит нам, как ни в чем не бывало, что выбросил на ветер 300 фунтов. Это просто ужасно, Джереми. О, мама. Только взгляните на него, миссис Масс. За месяц он постарел на 10 лет. На этом складе не место молодому человеку с его образованием. Я очень рад, что нашел работу. Вы не знаете, как не повезло нам в этом году с запасами. Незадачливая ваша семья. Тем печальнее это для нас. Помолчи, Бесси. Забудь про это. Мы бедствуем, братец, как никогда прежде. Мы продали всю пшеницу, но все одно запоздали с выплатой ренты. Коль у тебя есть долговая расписка на эти деньги, Джереми Тальвер, почему бы нам не отдать ее в счет нашего долга? Принеси-ка мне жестяную коробку, Том. Как подумаешь, я продала весь свой фарфор и белье, а Мэгги могла бы сохранить свои драгоценные книги. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Отец, если бы ее нашли, то те, кому ты должен, вынудили бы дядю Мосса заплатить, хочешь ты этого или нет. Тогда они ни за что не должны найти ее. Но, отец, что бы ты сделал, мальчик? Ну, раз ты ничего не сказал о Векселе, то должно быть потому, что не хотел требовать Смоссов долга. Ты должен уничтожить ее, отец. Хорошо сказано, парень. Сделай это. О, братец, ты уверен? Сделай это. Уничтожить долговую расписку! Да за такое нас отведут к констеблю! Ты добрый человек, Джереми. Я больной человек, Гритти. Однажды мы вернем все до пени с распиской, или без нее. И бог свидетель, ты от этого не обеднеешь. О, вы вынуждаете меня, мистер Таливер. Триста фунтов на мелкие кусочки. Я намерена снова склеить их. Отдай их мне, мама. Вот. Надеюсь, теперь вы довольны. Это последний. Гляньте, как вы выдохлись, мистер Том. Не ваше это дело, работать на складе у гестов, да и на мельнице тоже. Пока отец снова не встанет на ноги, кто-то должен помогать здесь люку. Так и захворать недолго, и тогда какой от вас прок? Со мной все будет в порядке. А сами вы не подумывали заняться торговлей, мистер Том? На свой страх и риск. Торговлей? А как? Да вот послать какой-никакой груз в заграничные порты. Есть у меня друг, он проворачивает для меня одну дельцу. Уверен, он будет рад услужить вам на тех же условиях. А ты разбитной парень, Боб? Ага, сэр, я такой. В котелке у меня все кишмя кишит, как в старом сыре. Не будь у меня собаки, чтобы поболтать, я бы и на ногах не устоял, голова перевешивая. Ну-ка, расскажи еще об этой торговле. Ну, я о лейсхинских товарах подумываю, мистер Том. Легкие, и, почитай, совсем место не занимает. Самый раз для грузового судна. Есть у меня один знакомый, его зовут Солф, небольшой посудина, и он знает, куда это можно сбыть и сможет продать все это за границей. Как отдашь за перевозку из услугу, получаешь чистых 10-12% прибыли. Вы даете мне деньги, скажем, 30 фунтов. Я еду в лейсхим и покупаю товар для вас и для себя. И сколько процентов ты хочешь за это? Мистер Том, я не для того предлагаю вам яблоко, чтобы самому откусить кусок. Нет, ты должен что-то взять, раз налаживаешь мне торговлю. Не беспокойтесь. Выдав ваши 30 фунтов за свои, я покажусь более важным на лейсхимском рынке. Да. Откуда же мне взять 30 фунтов? А где же твои собственные деньги, скажи на милость? Я зарабатываю фунт в неделю, тетушка, но все, кроме денег на обед и одежду, идет домой отцу. Твой дядя Дин с похвалой отзывался о тебе, Том. Он говорил о повышении твоего жалования. Оказывается, ты можешь стать достойным своей родни, Том. И при этом без малейших с ее стороны затрат и беспокойства. Надеюсь, что и твоя сестра осознала свои детские проступки и неуважение ко всем и каждому. Сколько же ты хочешь занять? Будь у меня, скажем, для начала 30 фунтов, я бы выплачивал на них из расчета 5%, постепенно скопил бы небольшой капитал и в конечном счете обошелся бы без займа. Неплохо придумано, Джейн. А этот бродячий торговец, этот Боб Джейкин, он тоже получит свою выгоду? Нет, тетя, он ничего не хочет. Плохая мысль там. Он должен иметь свою выгоду. Я невысоко оставлю сделку, от которой люди ничего не имеют. Это плохо выглядит. Лучше я поговорю с ним. Он ждет на улице, дядя. Вы не пойдете туда, мистер Глэг, иначе вас зарежут в темноте. Зарежут в моем собственном саду? Не говори чепухи, женщина. Боба Джейкина, вам нечего опасаться. Я знаю его с самого детства. Идемте, дядя, поговорите с ним. Узнайте о его планах. Понял, ты начнешь с 30 фунтов, Том. А ежели миссис Гэ захочет присоединиться и дать еще 20 фунтов, что ж, для начала будет совсем не дурно. Вы любезно позволили мне, Глэг, самой распоряжаться собственными деньгами. Отлично, дорогая. Обойдемся без ваших 20 фунтов. Я просто предложил. А теперь, полагаю, вы хотите держать меня в стороне от дел моего родного племянника. Я ведь не говорила, что не вложу своих денег. Просто не нужно, чтобы вы советовали, как мне с ними поступать. Вот и все. Еще скажите бродячим торговцам, где я храню серебро. Так вы вложите деньги или нет, Джейн? Том Талливер, я глава семьи с материнской стороны, и когда я сойду в могилу, ты будешь знать и почитать меня за это. Вы больной, тетушка? Больна? О чем это ты, мальчик? В жизни не чувствовала себя лучше. О чем это ты толкуешь? Вы заговорили о смерти. Годами я откладывала для тебя гинеи, молодой человек. Полновесные гинеи. И ежели я пожелаю отдать тебе часть этих денег теперь, надеюсь, ты всегда будешь об этом помнить, благодарить, что у тебя такая тетушка, и выплачивать мне проценты. Я не одобряю, когда дают что-нибудь даром. Нет, предпочитаю взять вас взаймы, тетя, и выплачивать проценты. Это истинно дотсоновский дух. Отлично, Том, так мы пойдем повидаться с твоим приятелем-торговцем. Ты скажешь отцу, Том? Нет, тетушка. Я предпочитаю увидеть удивление на его лице, когда отдам ему деньги на уплату долгов. Знаете, что бы вы о нем ни думали, отец всегда делал для нас все, что мог. Но Мэгги у него всегда была любимицей, даже когда мы были совсем малы. С отцами и дочерьми всегда так. Матери предпочитают сыновей. Я хочу хоть раз увидеть, что его радость обращена ко мне. Хочу услышать, как он говорит, что гордится мной. Думаю, я заслужил это. Где ты была? Гуляла? С книгой? Я останавливал это, чтобы почитать. Спустись, Мэгги. Сойди вниз. Закрой дверь. Вот так хорошо. Где ты была? Я уже сказала тебе, гуляла в Красном Авраге. Ты знаешь, который час? Вижу, нет. Пора пить чай, Мэгги. Хотя время пить чай уже давно прошло. Но мама всегда, ты видно, забыла, что мама весь день провела с тетушкой пулей. Отец целый час звал тебя. Я лучше узнаю, что ему нужно, только после того, как выслушаешь меня. Это неправильно, Мэгги, что вся работа ложится на мои плечи. И я работаю. Уроки в Луприте ты даешь лишь два дня в неделю, и они почти ничего не приносят. Я почти не вижу, чтобы ты помогала матери по дому. Когда ты нужна, ты чаще где-то бродишь. А мне и передохнуть нельзя? Передохнуть? Господи, да ты часами бродишь по Красному Аврагу со своими дурацкими книгами. Ты должна работать, не покладая рук, чтобы помочь семье не забивать голову книгами. Видишь, мама уже вернулась, а чай не готов. Может, ты ожидала, что этим займусь я? Вот он, будь благоразумным. Ох уж эта двуколка. Ваша тетушка Софи орудует кнутом, как безумная. Однажды она просто вывалится, и никто кроме нее самой не удивится этому. А где тетя Софи? Поехала к сестрице Глэб, милая, и она отдала тебе прекрасное синее платье. Принесу чай, мама. Вот умница. Я совсем измучилась, цепляясь за сиденье двуколки. И зачем этой дурехе так гнать? О, Мэгги, захвати-ка мою накидку и копор, дитя. Ехали мы, значит, по лесной дороге, так, словно свора собак хватала Софи за ноги. И что, вы думаете, приключилось? Этот бедный, скрюченный сын адвоката Уэйкема выбирается из Красного Аврага аккурат к нам под колеса. Из Красного Аврага, ты сказала? Как мы только не задели его, не понимаю. Тетя Софи такое сказала, от души надеясь, что его смысла она не разумеет. А я просто закрыла глаза и молилась. О, что за девчонка? Она забыла мой копор. Слава Богу. Я думала, что вы вернушли. Я так опоздала. Я рад, что вы пришли. Вчера было так одиноко без вас. О, Филипп, мне так жаль. Вы решили, что я покинула вас? Я испугался, дорогая. Впервые вы не пришли на условленную встречу. У вас была причина для волнений. Том про нас проведал. О, нет. Как? Что случилось? Вчера он не спускал с меня глаз. Сегодня мне удалось уйти лишь потому, что я узнала про его встречу в Сентоксе. Вы уверены, что он знает? Он ничего не сказал, но я уверена в этом. О, Филипп, мама видела вас в Красном Авраге и рассказала Тому. Он слишком умен, чтобы не понять того, что произошло. А что произошло? Мы просто встречаемся, чтобы поговорить и побыть вместе. Мы не сделали ничего постыдного. Ошибка. Знаю, но если отцу станет известно... Филипп, думаю, я знаю, что вы скажете и умоляю не делать этого, по крайней мере, пока. Если мы должны прекратить наши встречи, поговорим об этом, когда придет час расставания. Сегодняшний день так тихо и прекрасен. Давайте побудем хоть немного эгоистами и подумаем о себе, а не о других. Прошу. 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 Вы позволите? Только если покажете то, что уже сделали. Конечно, не покажу. Повернитесь лицом к свету. Вы такой трус. Решили, что я буду насмехаться над вашей работой? Поверните голову. Я не смогу работать, если вы будете смотреть на меня. Вы позировали прежде? Нет. А я думаю, позировали. Сядьте. Помните, много лет назад в библиотеке мистера Стеллинга? Вы нарисовали это, когда учились в школе? Это просто акварельный набросок. Каким странным ребенком я была. И таким некрасивым. Я очень хорошо помню это сицевое платье. Если я хранил эту девочку в моем сердце столько лет, неужели я не приобрел на нее никаких прав? Как странно, что вы помнили обо мне все это время. Хотя мы и были знакомы всего несколько дней. Я не говорил вам тогда, что кажется, вы больше любите меня, чем Том? А я разве не говорил, что вы никогда меня не будете любить так, как своего брата? Первое мое воспоминание, это как я стою рядом с Томом на берегу реки, и он держит меня за руку. Филипп, если вы когда-нибудь встретите Тома, прошу, скажите, Уэйкем. И это вы называете поведением, достойным джентльмена? Так вы понимаете честь? Вы шпионили за нами? Я стоял у школы. И пошел за мной? Да. Как вы смеете пользоваться глупостью и неведением моей сестры? Кто глуп, так это вы, ворвались сюда со своими грубыми оскорблениями. Давно вы вот так встречаетесь? Несколько месяцев здесь и в других местах? Ах да, в Красном Авраге. Да, мы гуляли вместе, Том. Что в том дурного? Вы не способны понять, каковы мои чувства к вашей сестре? Убирайтесь, Уэйкем. Если вы осмелитесь сделать хоть малейшую попытку встретиться с Мэгги или написать ей, или хоть как-нибудь напомнить ей о себе, я изобью вас, карлик, до полусмерти. Я выставлю вас на посмешище, Уэйкем. Господи, кто не расхохочется при мысли о вас, как о возлюбленном? Вы грубый и ограниченный мужлан. Вам этого и непонятнее, так ли? Остановись. Вы можете помешать нашим встречам, но вы не в силах помешать нашим чувствам. Убирайтесь, Уэйкем. И если вы снова посмеете приблизиться к Мэгги, я расскажу отцу. Ты не можешь быть таким жестоким, это убьет его. Весьма вероятно, так что делай то, что я велю. Мэгги, милая, мы знали, что это случится. Я должна, ради отца. Узнаем, что я против его воли, вот так встречаюсь с Уэйкемом. Я понимаю, дорогая, не говорите больше ничего. Уходите, ради бога. Или хотите, чтобы я вышвырнул вас? Поверьте. Мои чувства к вам останутся прежними. Я всегда буду верить, что мы снова будем вместе. Филипп. Вы животное, Том Таливер. Но вам не избавиться от меня навсегда. Филипп. Я презираю тебя, Том. Я подчиняюсь только ради отца, а не ради тебя. Разговор окончен. Нет, только начинается. Сегодня я увидела, каков ты на самом деле. Идем же, я отведу тебя домой. Всю жизнь ты упрекаешь других. Ты всегда так уверен в своей правоте. Тебе не достает ума, чтобы увидеть, что есть кое-что и получше, нежели твои мелочные цели. Тебе всегда доставляло удовольствие наказывать меня, не так ли? Ты никогда ничего не прощал мне, даже когда мы были детьми. Потому что в тебе нет жалости, Том. Нет любви. Грех быть таким жестоким. Ты просто фарисей. И я ненавижу тебя за то, что ты сегодня сделал. Прекрасно. Раз твои чувства таковы, я больше не желаю говорить с тобой. Конец пятой серии. Фильм переведен и озвучен клубом «Киносвалка за углом». Перевод «Робби-205Б». Озвучил Алексей Щуков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok